Григорий проснулся в 4 утра, мы попили чайок. Ты уже выходишь? Да. Ну сейчас, подожди, еще Серега не собрался. Серега, выходи! Серый тоже собирается, все в рюкзак. Я сейчас сюда, вернее, положу. Аккуратно? Нет. Так, мы уже в Денской. Сколько сейчас? Без 5,5. Уже светло. А мы смотрели, как солнце. Не смотрели, как солнце взошло? Да. Оно еще не взошло. Да подожди, без него не уедут. Все, я еду домой. Сейчас пойду варить лапшу. Вид, у меня, блин, вообще заспанный. Ну, проснуться в 4 утра. Это не в 5 часов. Сейчас пойду варить лапшу. Что-то еще сейчас на второе надо приготовить. И будет у нас еще сегодня стоматолог у Антохи. Доделаем зуб. И посмотрим, что там нам еще. Какие зубы надо доделать. И это. В общем, доделаем там, где большая дырка. И посмотрим, где там еще кариес. И мне нравится, сразу посчитали сумму, на сколько. Ну, то есть, чтобы я уже знала в следующий раз, сколько нам нужно на лечение зубов. Круто, то я всегда вам показываю закат. А теперь рассвет. Ура, едешь, никого в станице нет. Вообще, пустая станица. Не, ну сейчас уже вот выехали машины. Но в центре вообще так прикольно, когда никого нет. Все закрыто. Смотри на солнышко. Доброе утро! Прям, где тут голубь взлетает? Как красиво! Доброе утро! Я уже дома. Тут так красиво рассвет пробивается. Тут уже спеет кизил. Видно, видно? А, вот теперь видно, да? Не засвечивает. Уже скоро поспеет. Я тут уже вовсю готовлю. Здесь у меня бульончик варится. Из половины упаковки куриных голеней, бедрышек, вернее, по-моему, без кожи. Которые без кости просто порезала, как филешку. А здесь я готовлю, ну, чтобы полпачки вот этих вот же самых бедрышек не убирать в холодильник. Я их порезала мелко-мелко, как рубленные котлетки у меня будут. Помню, кто-то писал, вкусно добавить картошку. В общем, потерла одну картошку. Здесь у меня сметана, майонез, два яйца, соль, перец. Сейчас еще сюда лучок добавлю, наверное, и еще добавлю немного муки и, может быть, ложку крахмала. И все, вот это все у меня будет такая смесь мариноваться в холодильнике. И, как нужно будет приготовить ужин, например, может быть, завтра на обед поджарю вот таких вот котлеток а-ля оладиков. Мы к стоматологу. Сегодня у нас один зубчик, да, остался? Нет. А сколько? Гляд, вот какие красивые елочки посадили. Да? Пошли? Антоха, тебе модные бахилы идут. Да? Себе модные? Какие модные? Мама старенькие. Мы с Антохой полечили зубы. Антоха даже заснул у стоматолога. Представляете, какой хороший стоматолог попался. Потому что скучно. Он уже говорит, что там так скучно было. А и заснул. 20 минут спал. Благо сейчас эти штуки, которые держат рот. И все отлично. Он даже ничего не чувствовал. Да? Все было отлично? Мне это было фиг. Антоша. Что за слова такие? Это ж ты зубами, Олена. Вы их сейчас взяли. Еще 4 зубика. Там маленькие дырочки. Все вырвать и кушать ты чем будешь. Ура, мы с Антохой дома. Афонька в садике, Гришка в аквапарке. Как мне нравится эта рубашечка. Я прям балдею. Алиэкспресс. Она такая клевая. Она даже практически не мнется. Ну, то есть ее нужно прогладить. И она нормально носится, не мнется. Все. Я со своей новой стрижкой. Почти ничего спереди не изменилось. Только сзади. А с обедом, Антохой, мы едим кто что хочет. У меня лапша с курочкой, компотик. Еще буду селедку, конечно, на сочетание. Убойная. Но, блин, хочу селедку с лучком. У Антошки макарошки с котлеткой. Не с котлеткой, а с зубами. С зубами? С новыми? У-у-у. Удивительно новые зубы. Я уже подготовила, вырезала трафаретики для пряника. Вот будет цифра 15. Кленовый листик. Это рамочка с инициалами. Вот. И еще будет щенячий патруль. С вот такими вот лапками. Сейчас приехали родители. Мы опять повяжем. А вечером меня ждет пряничное настроение. Еще нужно будет поехать в Гришку, забрать с аквапарка. Пока не присылали фотографии. Но, блин, мне уже не терпится посмотреть, что там, Григорий. Единственное, послали утром, как Гриша спит в автобусе. Идем вязать. Петрушка пришла. Мы сейчас будем вязать петрушку. Папа сейчас еще принесет? Да, папа сейчас принесет. Вот оно, мое пряничное настроение. Сушится в сушилке для овощей. Пряники. И будет объемная заливка сегодня. Вот здесь будет щенячий патруль. Лапки. А здесь инициалы на свадебный тортик. В общем, все буду доделывать позже. А мы же в Титровке купили диск Антохи. Футбол. Вот он пошел. Я его сегодня установила. Все круто. Он рад. Так что Антоха, короче, теперь у нас футболист не только в натуре, но и виртуально тоже. Я сейчас переоделась. Та-дам. И еду за Гришкой. Сейчас у Сен-Пайны пишет, когда выезжать. И я поеду. Сейчас поедем пока до родителей. А ты где будешь? Ты тоже поедешь, Антош? Нет. Нет, я не поеду. Ты будешь с Дашей? С днем рождения. Точно. Ну, а горько исполняется. Круто. Надо поздравить его. Да, уже завтра придем. Так красиво. Их дым запалили. Я не пойму, что. Или это такой туман. В общем, он садится вот на поле. Очень красиво. Так низко. Что тут за праздник устроила, тетя Вера? Ну, не я. Мама. В смысле, Зоина мама, да? Зоя, покажи, что там за праздник у тебя. Это что такое? Жвачки. Жвачки будем жевать? Тетя Вере, только на завтрак оставьте жвачки, ладно? Это мои 20-х, родня. Мы с вами водили и водили жвачки. А, да, на завтрак уже жвачек нет. Колян, привет! Больше в семье, так говорится. Или вечером, или вообще можно. Или никогда. Да, Колянчик, ты меня хоть поддерживаешь? Как рано встать, Коля, расскажи. Не наесться на ночь. Это такое магия утра. Да. В своем понимании. Что это? Ты знаешь? Иди ко мне. Коленя, ну что ты там? Смотрим видео с Новосибирска. Степа в Новосибирске. Шлет нам на WhatsApp видео, да? Полянца скучился уже за папой. Ой, Зоя! Господи мой. Что сегодня твой папа делал? В метро катался? Да. И покупал мне лон. В Новосибирском метро был, да. И приветики еще. Приветики. Марго, опять? Зоя! Сережа, привет. Неплохо тебе? Да. Кушать? Пошли. Вот наша машина. А тетя... Кого вырвала? Не тебя? Тетя Вера просто там пиццу испекла. Поехали уже. Нам сейчас ехать здесь быстро. Поедем? Голодные девочки. Пока. А у меня тут есть, если что, три кусочка. Можете прям заесть здесь. Хотите, Сереж, нам рюкзак положи? Свидетельство о разъеме. Мы сейчас до тетя Вера сюда? Да. Ладно. Давай свое свидетельство. А Сереж, ты там не закрыл, да? Три куска. Три куска. Ты будешь сразу есть? Или давай уже это там? Ну ладно, давай там. Ну все, садимся, пристегиваемся, хорошо. Ну как там вообще? Расскажите впечатление. Как вообще впечатление? Хорошо. Аквапарк классный? На новых горках можно было покататься, да, Гриша? На которых ты еще не катался? Потом еще ходили, прям на огромной горке, срок это то, что... Ну да, ходили. На огромной горке, там до 12, я так же набрала, что мне 12. Но он один раз скатнулся, и потом его не допустили. Меня не допустили. Меня не допустили. Рост маленький. Почему? А там по росту? Да, сказали. Да не меня. А Сереша, ты когда? Это их не допустили. А я сид... Нет. Тебя потом сказали тебе. Я сид... Я вообще не думал с очками. Мне этого не... Все, мы уже в мышастовке. Почти 10, по-моему, даже. Даже 10-10. Все, пошли. Что такое? Я уже так не стоять. Ах. Многие болят. Устали? Конечно, устали. Вера тут встречает мальчиков, пиццу им нажарила. Мама, я не варила. А Серый, по-моему, чуть подгорел, нет? Да. Так, а ты садись и кушай. Мама, да, да. Понятно. Мы уже дома, ложимся спать. Все, всех забрала, всех привезла, все дома. Степа в Новосибирске. Вот, у него такое мини-путешествие по Новосибирску на 4 дня. По делам поехал. Я думала, что-то колелись. Да, ты тут уколился, ну и как? Больно. Больно? А кто тебе колючку вытягивал? Бабочка. Какая бабочка? Бабочка. Бабочка. Какая? Какая? Пастана. А какая зовут? Бабочка Инна. А-а-а. Понятно все теперь. Девушка Саша зовут. Девушка Саша зовут. Еще и Девушка Саша зовут? Кого так зовут? Башку Инну? Да. Башку Инну зовут Девушка Саша? Нет. А кого? Ну что, мы с тобой спать? Угу. Всем спокойной ночи. Спокойной. Завтра у нас что, среда? Да. Молоко. Нам надо завтра брать молоко, да? Молоко после среды будет поконата. После среды будет четверг. А после эрмотека будет поконата. Да. А после четверга опять пятница, да? Да. Да, хорошо? Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok